Музыка Всем привет! С вами я, Эд Шульжевский И в эфире самая музыкальная из информационных программ Ньюсбокс на любимом телеканале Russian Music Box За прошедшие выходные у нас накопилась масса новостей О которых я и расскажу вам прямо сейчас В этом выпуске Ньюсбокс вы увидите Что такое шансон от Никиты И какой популярный рэпер перестанет выпускать пластинки Это и многое другое прямо сейчас на телеканале Russian Music Box Наконец-то! Итоги самого горячего конкурса Ночь со Зверевым подведены Кто стал победителем и как прошло награждение Смотрите прямо сейчас Russian Music Box продолжает колесить по стране На этот раз команда телеканала Пригласив звездных гостей Сергея Зверева и Александра Ягья Отправилась в сердце республики Коми город Сыктывкар Цель визита – награждение победительницы Самого горячего конкурса Ночь с Сергеем Зверевым Который проходил на нашем телеканале Хочешь провести ночь с Сергеем Зверевым? Целую ночь Я устрою тебе это Путешествие в Сыктывкар было намечено накануне Дня защиты детей Телеканал Russian Music Box вместе со звездными участниками Прямиком из аэропорта Отправились в детский дом имени Александра Александровича Католикова Чтобы пообщаться с его воспитанниками Конечно, не обошлось без подарков Дети с удовольствием рассказали о своих музыкальных предпочтениях И работали на камеру Так что будет кому пойти на смену нынешним звездам Всем привет! Меня зовут Настя Мне нравится Сергей Зверев Мне сегодня все очень сильно понравилось И я ему очень благодарна Я передаю всем привет телеканалу Russian Music Box Мне нравится музыка у Зверева У него очень красивый голос И он очень хорошо выступает на сцене Мой любимый певец Бахти Моя любимая песня 10 лет спустя Передаю всем телезрителям Канала Russian Music Box Большой привет! Второй день пребывания команды Russian Music Box В Сыктывкаре предбещал награждение Финалистки конкурса со Зверевым А также выступление Сергея и Александра И пока победительница готовилась ко встрече С самой гламурной звездой российской сцены Зверев рассказал нам Какой подарок преподнесет ей А мы сейчас находимся в центре города Под названием Сыктывкар Мы подводим итоги конкурса Который проходил на телеканале Russian Music Box И назывался Ночь со Зверевым Сзади нас находится салон красоты Который одобрил сам король гламура И победительница этого конкурса Получит сертификат на то Чтобы стать принцессой гламура Как минимум Самое интересное вы видите вместе с нами Персонал салона красоты С огромной радостью Встретил всю команду Телеканала Russian Music Box А Сергей рассказал парочку историй С своей карьеры А также с удовольствием провел фотосессию Со всеми желающими Мы что, ходим, а там кабинет метров сто С мансардой, с верандами Солнце садилось над Сыктывкаром Предвещая начало концерта Сергея Зверева и Александра Ягья Закончились последние приготовления И звезды отправились на место проведения Церемонии награждения Ресторан Пентхаус Это самая верхняя точка города Сыктывкара Отсюда видно небо Отсюда видно весь город, простор Это простор видели многие артисты Которые побывали в этом ресторане Шоу началось Легендарный голос группы «Белый Орел» С первых нот своих хитов Дал понять публике, что сегодня будет жарко Он действительно звезда в шоке, да? Он как сам в шоке может, так он может в шок вести, наверное, окружающих И меня Я сегодня играл на саксапоне так, как, может быть, я никогда не играл Восторгу гостей не было предела И, казалось, силы постепенно начали покидать их Но на сцену вышел он В зале возникло напряжение Ведь одна из девушек получит сегодня подарок от самого Сергея Зверя Дарья Гончаренко, где она? Ничего себе, Дарья! А разве так аплодирует победительницы конкурса «Ночь со Зверевым» на международном музыкальном канале «Рашн Мюзикбокс»? Счастливицей стала Дарья Гончаренко Именно она сумела убедить в своей СМС Сергея Зверева, что только она достойна провести эту ночь с ним Текст самого письма остался загадкой Все-таки это подробность интимного плана Дашу переполняли эмоции, но кое-что сказать она все же смогла Я безумно рада, правда Спасибо «Мюзикбокс», спасибо Сергея Зверев Спасибо ресторан «Пентхаус», спасибо город Сыктывкар Обожаю мой любимый город Конкурс «Ночь с Сергеем Зверевым» завершен Но мы и дальше будем устраивать подобные перформансы для вас, дорогие телезрители канала «Рашн Мюзикбокс» Так что смотри, чувствуй и побеждай Свою первую роль молодой Никита Пресняков Исполнил в клипе юной никому не известной певицы Алины Гроссу И вот спустя 13 лет Никита и Алина вновь встретились на одной площадке Первая актерская работа Никиты Преснякова состоялась в клипе «Беспризорный мальчишка» Тогда еще юной певицы Алины Гроссу Сегодня Алина профессиональная артистка, у которой за плечами туры по городам Украины Многочисленные эфиры и публикации А самое главное слушатели, которые очень ценят ее искренность и талант Никита Пресняков развил в себе талант не только актера, но и режиссера И вот недавно два молодых таланта решили снова объединить усилия И встретились на одной съемочной площадке На днях в Париже и Москве прошли съемки видео на новую песню Алины «Взрослая» Где Никита выступил уже не только в качестве главного героя Но еще и сам написал сценарий, а также стал режиссером клипа Съемки видео длились 4 дня и состояли из двух частей Первая снималась в Париже, здесь получились очень удачные кадры натуры А вот интерьерные съемки были организованы в Москве Сейчас Никита занимается монтажом И в самом скором времени клип будет представлен как на музыкальных телеканалах, так и в сети интернет Что общего между White Party, мелкими грызунами, певцом Никитой и задушевными песнями? А вот прямо сейчас и узнаем Все привыкли видеть Никиту в свете софитов на большой сцене, танцующего под свои зажигательные песни Так что мы немало удивились, оказавшись на одной из московских веранд в компании Никиты Романтика С любимой девушкой там, или девушка с своим любимым человеком посидят, пообщаются, возьмут друг друга за руки, поцелуются Это все такая романтика Интересно, к чему ведут такие перемены? Неужели Никита устал тусить? Я и так думаю, что сегодня многие меня увидят в таком амплуа, немножко удивятся, потому что все привыкли, что я обычно зажигаю Знаете, главная зажигалка страны, которая бегает там, всех веселит, а сегодня будет все очень спокойно Послушали, послушали и решили, что Никита в любом амплуа просто отличный певец Атмосфера на концерте была немного грустной, но очень нежной Даже в какой-то момент показалось, что вот-вот вместо дождя снег пойдет White Party все-таки Я люблю такие вечера, и мне очень приятно петь для публики, которая хочет просто посидеть и, скажем, поразмышлять Привет, с вами Никита на White Party, специально для Russian Music Box Ох уж эти рэперы, не могут просто взять и альбом выпустить Надо как-то изловчиться Вот и Steam свою новую пластинку выпускает тиражом в один экземпляр Как так? Вот, собственно, этот самый диск Напечатан в единичном экземпляре Это специально для того самого ценителя, который еще покупает диски Будет устроен аукцион, где каждый сможет отложить свою цену Нет, не подумайте, Никита вовсе не хочет, чтобы за его диск дрались фанаты Ну, разве что совсем чуть-чуть Дело в том, что продан единственный экземпляр альбома будет с аукциона Так что, коллекционеры пластинок, готовьте езжать на кнопки клавиатуры Ведь борьба обещает быть жаркой А все остальные поклонники могут не расстраиваться Такое решение Steam принял не просто так, он шагнул вперед Технологическая эволюция не заставляет себя ждать Поэтому основной диск будет доступен сразу в электронном варианте Оно и правильно, какая экономия материала получается Остается только расстроиться за всех людей с CD-плеерами Но даже они при желании смогут насладиться творчеством Steam'а Например, в эфире Russian Music Box Вот и пришла пора первого выпуска дневников фестиваля «Герои нашего времени» Команда телеканала Russian Music Box отправилась в Астрахань в поисках горячих подробностей С развитием технологий цифрового телевидения Зрители все больше начинают интересовать не формы эфира, а его содержание На первый план выходят самые значимые человеческие ценности Именно для поиска талантов среди деятелей телеиндустрии Национальные ассоциации телерадиовещателей и был создан фестиваль «Герой нашего времени» Ежегодно география проекта расширяется Успешно сортовав в Москве в 2007 году Фестиваль уже посетил Самару, Тверь, Ростов-на-Дону и Уфу Шестым местом проведения стал город Астрахань Город Астрахань встретил команду Russian Music Box С палящим солнцем и отличным настроением Первый день фестиваля имел скорее ознакомительный характер Но вопреки относительно невысокой загруженности И все же сумел задать нужный рабочий темп Мастер-класс Светланы Сорокиной фактически знаменовал открытие Крайне мало стало работ про ровный мир То бишь мастеровито, но вот вдохновение без открытия Вот раньше именно было так Очень плохие и очень хорошие работы В середине мало, а вот очень плохие и очень хорошие Команда Russian Music Box отправилась в эпицентр событий С целью выяснить, кто же все-таки он Герой нашего времени У нас сейчас настолько разные общества, настолько много разных групп Что у каждой группы будет свой герой У нас сейчас такое время, когда нет абсолютных авторитетов Абсолютных кумиров и героев нашего времени Мы героев в себе сами выбираем Это могут быть самые разные люди Самых разных людей Первая попытка определить героя лишь задала направление для дальнейшего поиска Но у нас все же назрел вопрос с профессиональным интересом Может ли представитель музыкальной индустрии стать героем нашего времени? Ну для определенного круга, особенно его фанатов Наверное он герой, причем их всегда Там не знаю, до сих пор там какие-нибудь старушки Козловского вспоминают И помнят его, учтят и лучше нет Также, наверное, есть какие-нибудь фанаты там у Билана или еще у кого-то И они, наверное, тоже годами будут ходить за ним по пятам И рассказывать, что выросли на него в 10 Первый день близился к завершению После мастер-класса был запланирован фуршет Цель – преодолеть барьеры в общении между участниками и членами жюри Иными словами, просто познакомиться поближе Стоит отметить, это пошло на пользу Кто-то сразу перешел к налаживанию партнерских отношений Кто-то просто искал людей по интересам Но смело можно утверждать, что преграды в общении были разрушены После показательного выступления телевизиончиков из Липец Хочется немного зарезюмировать первый день пребывания в городе Астрахань Сегодня мы прилетели сюда, выслушали мастер-класса Светланы Сорокиной И даже успели немного пообщаться на фуршете после всех этих мероприятий Завтра больше, завтра нас ждет основная часть работы А также экскурсия по Кремлю города Астрахань Смотри дальше! Второй день фестиваля начался с мастер-класса одного из величайших репортеров Михаил Дегтярь, четырехкратный лауреат премии Тейфли Обладатель лавровой ветви и многих других наград за вклады в развитие журналистики Канал Russian Music Box поинтересовался его мнением о музыкальном телевидении в целом Это занимает гигантскую часть жизни молодежи Замечательно, что эти каналы есть Мэтр телевидения признался, что за современными тенденциями в музыке не следит Но тем не менее, обращать внимание на современную культуру вынужден Я считаю, что музыкальные каналы сегодня формируют просто во многом жизнь молодежи Я это знаю по собственному сыну, которому 16 лет, который много смотрит молодежные каналы И я вижу, что он подсознательно старается быть похожим на тех людей, которые он видит Выходит, что героя нашего времени необходимо искать среди музыкальных исполнителей А вот по каким критериям отбирать кандидатов на это звание Мы расскажем в дальнейших выпусках дневников фестиваля Смотрите Russian Music Box Мы отыщем и покажем настоящих героев Весь сезон в эфире Love Radio выходила самая нарядная программа Пижамная вечеринка Время подводить итоги Love Radio представляет 10 июня Большая клубная пижамная вечеринка Все звезды и ты под одним одеялом Начало в 22.00 Одевай пижаму и приходи Итак, на сегодня я свою миссию выполнил Последние новости из мира музыки и шоу-бизнеса рассказал А значит, что настал момент прощаться Но не расстраивайтесь, друзья Мы увидимся с вами совсем скоро Уже в эту пятницу в программе News Box Вы увидите Что связывает певицу Свету с группой интонация На кого пойти учиться, чтобы получить контузию Что получится, если рисовать под дождем И кто стал самым гламурным ребенком в мире Это и многое другое не пропусти на телеканале Russian Music Box С вами был я, Эд Шульжевский И до встречи, пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok